Все, мы можем ехать. У тебя осталось еще шампанское, а то ты что-то как-то в горле пересохнул. Сейчас посмотрю. Нет. Я думаю, тебе уже хватит, Карл. Ты что, моя мама, чтобы так говорить, проявил уважение? Оля, ты за меня уважаешь? Си, Карл. Почему ты задаешь этот вопрос? Что-то не видно. Хорошо, не видно. Я был в поле, который всегда находил лучшие кишки, куда бы мы ни приехали. Когда он выпутывался из любых срачей, чтобы я не помогал ему деньгами. Где этот молодой парень, которым я увидел их, скрул в глазах? Он остался 30 лет назад, более. У меня уже за 60, если ты не в курсе. Да насрать, сколько тебя я... Главное, насколько ты себя чувствуешь. Да поехали, в конце концов, пусто. Си, пусто. Си, лавор... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ой, маму меня, кошмар Очень-очень жаль, паста была очень вкусная Жаль ее отдавать Карл, может быть, мы развернемся? Что значит развернемся? Где киевский, как обещанный капо? Субтитры делал DimaTorzok Ах, кажется, мы на месте, Карл Вот это, кажется, место для таких женщин, как мы Вы что на меня так смотрите? Все, вы не видели итальянцев вы не видели, в конце концов? Что вы на меня так хлынули? Пьяных итальянцев немного Карла, Карла, Карла Твой слеп пьяных итальянцев Свой слепец, я что, я похож на клоуна? Я похож на стереотип? Вы это мне хотите сказать, сеньор? Сеньора, сеньора, не говорите ничего Карла, Карла Ладно, ладно Что значит немного? Карла, успокойся Ну, самое малость, сэр Тебе очень, тебе очень повезло, что мой лучший друг за тебя вписался Спасибо В лучшие годы твой череп был бы уже на этом бетоне Ладно, пойдем с нами, я угощаю А сейчас еще лучшие годы? Пойдем с нами, я говорю, я угощаю Найдемте Ты знаешь её итальянскую песню? Я как раз собирался в этом Господи надеюсь ты доволен как отличная мишка не знаешь я дар и пилиф макаронный я закажу ему я завожу ему карла иди рудки 3 виски моим гостям и мне грязи мил сеньора как говорится для начала мои новые юный друг что еще раз я что обезьяна что ли я обезьяна чтобы решать я повторяю по тридцать раз или просто еще такой беру водку билет и голландит поле сану ка подержи нас конечно пойдемте за столик господа мы все таки не хотите подъездные ублюдки чтобы торчать на баре карла пообещай мне на не налегать оставишь все деньги в этом баре чертовая забегала поле хватит уже быть моей мамашей если бы я хотел слушать наставление мамы я бы остался у нее дома и не переезжала в нью-йорк итак господа где ваш дом твоя мама просила меня казла так как ты на маленький с тебя первый тост что за знакомство это лучший тост мне кажется начальник коротко и ясно ты мне нравишься молодой человек ты мне нравишься за знакомство я уверен что это хорошее мне закончится на рукавом рукавом занюхивайте рукавом все хорошо давно я не пил что сынок ничего это только начало поле держись нам еще пить и пить карла я не смогу так много я уже не то что раньше я уже не то что раньше я тебе говорил ты более чем тот поверь в себя мой друг фамилия ля фамилия да да у нас сегодня повод может быть у кого дня рождения зачем нам повод мы выбиваем за встречу старых друзей которые прибыли сюда для замечательных свершений сейчас спадимся таксисты не решили и второй прежде так никакой ты глаголи ты глаголи встречи на за встречу на стене и ав мор карла ты не забыл зачем сюда приехал да я недавно приехали за лучшими кисками в городе или мне ну и где они карла я тебя привез тут и место о котором допросил а гребки с и я не а где киски я не понял я тоже этого не понял или кишки вместо кисок тут одни сосиски не как нет я с армией вернулся недавно сосиска отхода родился тут родился говорят что в техасе одни пидоры и быки и я не вижу ладно пойдем не парься я русский я не вижу по-прежнему я знаю почему лишь одни обезьяны на что не смотрят на шеф говорю начинает вымораживать твоя любовь к обезьянам в конце концов я это единственное место которое я посещал здесь и это случайно купить до настоящих мужчин настоящий мужчины перед стоят так и пора бы и он закусить немного согласен согласен есть какие тут салатики на ростове надо посмотреть вы не обижайтесь обижайтесь но у меня действительно горсона пицца герсон они есть самичи для нас необычного, мне кажется, надо заняться самопором это мерно аккуратненько я тебя держу нормальный, нормально, я порядок если не возражаешь, я блестяду но я уже ноги не держу давайте брищанин не, ну тут, тут, нормально, нормально да, блин, у меня фланшит разрушается так, поли, поли для тебя он не поли, для тебя он пол пол, а, отлично чтобы называть его поли, тебе нужно будет пройти некоторое дерьмо, сонок, которые ты можешь даже не найти мне не потянешь, поэтому не стоит я проходил через много дерьма в свое время я был там, где дерьмо, просто по уши в каких войсках ты служил, сонок а танковые, танковые, сэр а, отсиживался за пультом, пока настоящие макароники гибли на поле боя с винтовками в руках знал я макароников, сэр, они бравые ребята так это мне нравится ой, Карла, я так и знал, что все это так и закончится уважение, вот видишь, он проявляет уважение а ты, друг мой, уже разучился даже этому слову простейшему слову, который держит для нас Карла, ты меня обижаешь, Карла помнится, в времена моего детства этот город держали именно вы в своих руках итальянцы были повсюду а сейчас эти эти афроамериканцы их просто очень много расплодилось, а в итоге не сильно что-то поменялось, просто расстановка сил, ну знаешь, даже два крепких итальянца способны уже уложить целую армию обезьян если понимаешь согласен, согласен, мой дорогой друг так выпьем же за истинных, истинных королей этого города мы не должны забывать откуда наши корни, господа и что мы должны отстоять нашу землю фамилия ля фамилия фамилия ля фамилия все все меня еще сухо сейчас нормально я еще поищу погоди нормально поле пол тут цветок пол тут есть цветок где я нахожусь вообще поле кролика поле где я нахожу mue киски 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 кис клаво конюхides Так, нет, не то. Так, мы удаляемся, удаляемся. Всего доброго, господа, всего доброго. Вообще, чё надо? Воу, 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 мужик. Слышь. Ну да. Корилла сейчас нарвётся. Мужик, мы тут таких, как ты, не любим. Эй, смотри, чё он творит. Мы тут таких, как ты, не любим. Эй, смотри на них, дура-то. Эй, я их нахожу. Блин. Эй, ай, блядь. Хочи, чё ты. Карла, грамм из душа. Черно-жёпые ублюдки. Карла, Карла, держите. Сейчас всё будет, тебя. Ага, господи. Надо попросить, а нам в армиюшку. Маленький. Здесь выпивали. И кто нахал? Помогу. Сеньора, сеньора. Слышь, я тебе наваляю. Помогите. Наваляю? Ты уверен, сука? Да, я уверен. Пойдём-ка, пойдём за мной. Слышь, слышь. Ну, ведь я... Биту свою убери там. О, воу, 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 сэр. Что случилось у вас? Избили. Помогите. Напали. На меня напали, чёрный. На этого старика. Я зашёл его как мог. Я пошёл, сучара, блядь. Они на первую напали. Слышь, ты чё надо, парень? Слышь со мной, сука. Кому ты сказал, ты мне внибёшь, да? Тей чё надо? А, чего надо? Парень. Пошли со мной так dice? Парень. Праздunsцу моя. Здесь я с друзьями. Здесь я с друзьями. Так что... Ты활ио, сучара. Давайте, пойдём коротую скорую помощь. Давай. Купаешь вообще или нет? Хорошо. Парень, парень. Полегче, полегче. Полегче, полегче. Все, давайте, не будем. Смотри, он пристал к этому нашему новому другу, в чём дело? Что ты делаешь, брат? Да ладно! Слушайте, да, пройдёмте, пройдёмте, мне немножко нехорошо, да. Спасибо, док. Карету скорой помощи! Карету! Карету мне карету! Карло, погоди! Эй, Ракизик, блядь, куда пошёл? Я со своими друзьями, дело за тебя, уйди. Нах, взбитый только и можешь, чувак. Ах, нехорошо мне, доктор, нехорошо. Блюдок, блядь. Карло, ты что, решил в больницу уехать? Да какая боится, и меня там пару раз ударили, у меня тут пару синяков, меня просто вырубило. Благодарю, благодарю, я приложу даже, у меня тут коленка. Благодарю. Доктор, пожалуйста, я хочу вам, так сказать, за вашу первую помощь, так сказать, заплатить серебром, как это было принято в древней сцели. Оу, сэр, не стоит. Ну, если вы настаиваете... Всё в порядке, всё в порядке, всё в порядке, я не приму отказы. Я не приму отказы. Граци мио, сеньоры, вы работаете просто первоклассно. Спасибо вам, парни. Спасибо вам, парни. Чао, чао, бомбини. Карло, Карло. Пусть Санта Лучи, он оставляет вас в пути. Ну, всё, всё завязано. Приложитель, да. Я думаю... Спасибо, врачи. Вы лучшие. Чё там вообще случилось-то? Я так и не понял. Там столько народу было, блин. Мне так хреново башка раскалывается. Давай, поедем к нам на ранчо. Слушай. Мой новый друг поедет с нами. Да, нам надо кое-что обсудить. А, Мишта, вы уверены, что здесь больше не требуется никакая помощь, может быть? Вы могли бы меня проверить, сеньора? Я надеюсь, что я больше никто не ударит. Сеньор, сегодня. Сэр, садитесь в кузов, я посмотрю. Сеньор, слушай, а я немного могу выйти заделал. Так сказать, мило разговариваем. Аж вы мне накапываете галюковский, чтобы я немножечко, так сказать, протразвел. Сеньор, вы женаты? Да, давайте пересадим. Благодарю вас, благодарю вас. Галюковский можно, да. Купите своей жене цветы сегодня, сеньор. Грация, мило. Ну, закатали. О, хорошо. Си. Сейчас введу аккуратненько. Грация, мило. Спасибо, господа. Да не за что обращайтесь. Слушайте, мне намного, намного лучше. Мои мысли уже намного, так сказать, трезвее просто. Ну, это отличные новости, сэр. Ну, я тебе говорил, что так сказать. Как я и говорил, благословит вас Санта-Лучия и Санта-Мария на ваши новые врачебные подвиги. Ну, я так понимаю, вы с Италии? Си. Си. Можно так сказать. Я просто раньше вас здесь не видел. Отлично. Ну что, док, я в порядке. Сэр, кстати, вы можете записать мое имя. Вот у меня тут визитка и телевизор. Не забудьте купить свои данные. О, замечательно, замечательно. Мало ли, как говорится, потребуется помощь квалифицированного такого квалифицированного специалиста, как вы. Только иначе не у вас. Все, вас здесь придержите и можете. 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 Градцать, милый сеньор. Смотрите. Да не за что. Ох. Карл. Нам пора. Да, я только возьму эту прекрасную визитку у этого замечательного служителя медицинской сети. Отвросьте мне, пожалуйста, смс тогда и мы запишемся с вами. Если какая-то помощь от вас потребуется, я обращусь только непосредственно к вам. Обещаю. Да, хорошо. Хорошо. Все, тогда я сейчас вам напишу. Благодарю. Да настаивает вас Санта Лучея. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Что ли, вези, вези нас еще. Послушай, мужик, ты мне, конечно, очень нравишься, но туда, куда мы едем, может быть для тебя опасно. Подожди. Я понял, но везут для меня опасно на самом деле. Видишь тех двух. Видишь тех двух, ребят. Сейчас будет весело, так что приготовьтесь. Да. В чем дело? Что, 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 черненькая? Что, черненькая? Что, черненькая? Что? Ты кого старпёром назвал? Пантанск, ты ли мы пошли, сучара, пояснись. Ты кого старпёром назвал, я еще раз спрашиваю. Подожди, Полли, подожди, не вмешивайся. Не вмешивайся. Этот козел меня уже заебал. Я тебя серьезно беру, Полли. Если еще раз он меня как-нибудь обзовет сейчас... Карла, мы твои подписи не бред. Не могли бы мы с вами пройти, а твои парни, они немножко горячие. Давайте с вами переговорим. Мне ваша пенсия в хуй не вдула. Мне вот этот сучара нужна цирокеза, покупаешь? Слышь, сучара, это ты сучара? Подожди, подожди, подожди. Я не понял, это вы... Вы меня пенсионером назвали, Сильфирш? Я еще мало ему не входит. Мне 44 года всего. В чем дело, я не понял. У меня 44 года. Да, вон. Давай-ка уходи отсюда по-хорошему, парень. Такой видел когда-нибудь? Ой, зачем вы доставите ствол? Вы думаете, что вы напугаете меня каким-то дребаным углом или что? Вы, может быть, покинете территорию? Этот старик подойдет ко мне... Полли! Полли! Убери нафиг! Блин, нафиг! Что за херню ты делаешь вообще? Кана! Но я тебе говорил, что так все и закончится. Я могу поговорить с вами как взрослый человек, потому что у нас ситуация явно выходит из-под контроля. Уберите, пожалуйста, вашу волну, потому что я видел ее уже очень много. И сучарой и саракезом. Да, кто тебе нужен? Кто тебе нужен? Кто тебе нужен? Вы понимаете ли че? Я задавал тебе вопрос, кто тебе нужен? Кто, кто? Вот это сучара с иаракезом. Вот это? Естественно. Да. Довольно интересная ситуация, потому что данный человек, он выпивал с нами, и уж точно... Да ищи ко мне сзади, подходит, сука. Поли, Поли, тебе прокапали глюконы. Он заебал меня, сука, и называть, блядь! Бортан. о, Боже! Я путал! Егнаться! Черт! Я не мог вас бросить, парни. Не мог... Что это было? У меня второе сотрясение на сегодня, черт! Че вы уже делали, дебилы?! Че вы уже делали, дебилы, блядь? Шок, контент какой-нибудь. Ебаные дауны, чё ж вы натворили, блядь? А боже. Кто, кто? Сука, почему анимация два раза срабатывала? Ой, пиздец. Эай! Кто-нибудь, что в состоянии вызовите грёбаные Митсуа! Сейчас, вызову! Меня ударили по башке снова два раза. По-моему, кто-то уже здесь, нет? Ну это за пиздец? Вертолет! Убли. прощайте парни что случилось сэр ничего сэр ничего такого все в порядке мы просто немножечко не поделили не поделили так сказать даму в стрип клубе да я ударился головой об стен да мы ударили все головой мы все ударились так аккуратно нет не все пол споткнулся об ту колонну так вставайте аккуратненько щас вам сделаю укольчик карлос спасибо у меня нужны таблетки отбила господи кошмар сеньор у вас что то там с вертолетом случилось ничего с ним страхов сэр сеньор спасибо сеньор сеньор подождите секунду спасибо о господи извините извините вот вы двое сеньор видеть подойдите меди так кому таблеточек нужно было а тебе мы да всем нужно головой ударились об стену вы что то хотели да и вы тоже сеньор подойдите нет не ты карла сеньора господин господин медик здесь ничего не происходило вы никого не видели аривидерчи дамы обезболивающие антибиотики блять куда я сил господин медик мне нужна помощь у меня у меня кажется что то что то в ноге больно в машину быстрее потом разберешься быстрее машину спасибо вам я понял я понял есть трупы я тоже поеду парень ты тоже спасибо парня садись быстрее в тачку садись господи ох моя голова второе сотрясение за день карл я тебе говорил что это все хорошо не закончится черт убери закончилось просто прекрасно как в старые добрые времена мать его у меня уже 6 у меня тоже много чего пробиты где нам теперь у нас нет при себе лекаря который у нас был в нью-йорке у меня есть один парень который только что скинул мне смс мне кажется ему можно доверять си куда-нибудь 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 место где парень как тебя зовут безопасно сеньор как вас зовут я да меня максимилиан но можете макс называть в принципе гору в общем давай так не появляйся в том районе в ближайшее время да если что мы пока с Карлом подумаем над этой ситуацией ты знаешь этих парнях что-нибудь слышать? ты был храбр ты вступился за нас и мы это очень ценим я не мог вас бросить после этого всего я не буду туда совать свой нос очень долго ты понимаешь то что сегодня ты проявил признаки настоящего мужчины рад служить как говорил я когда-то в армии да давай куда-нибудь уже блин около домов или около берега вот там вот на парковке забуксу и я вызову этого нового гаспачо карло у меня кажется плечо прострелено черт тебя дери да у меня гребаная нога я держу блин рану ну придумай что-нибудь ё-моё на месте просто будем парень в общем я наберу ему да 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 давай дойдем давай так максимилиан давай так да да ты знаешь тех парней я я сегодня он меня подвозил с утра потом ударил головой об голову мне битый я особо их не знаю но ты таксист я так понимаю да да так первый день в городе снова но я уже вспомнил каково было раньше в общем ту ситуацию забудь да это пока на восстановление спасибо спасибо и номерок свой скажи сейчас где тебя можно найти если не по телефону так если не по телефону но я только приехал но думаю рядом с таксопарком основном я обитаю телефон семь восемь пять два девять девять шесть отлично так тебя к таксопарку да подвести если что да хорошо карла ты разобрался с своей раной нам нужно ехать у меня кровь кажется течет уже все так не ходи я сейчас приедет давай парня отвезем до таксопарка а там уже разберемся ты ехать можешь карла он не потерял сознание нет да нет нормально ладно лучше тебе вести у меня нога прострелена я не могу нажимать на педаль давай у меня рука ни хера не работает у тебя автомат слава богу додумался хоть теперь я понял о чём ты чёрт возьми теперь я понял о чём ты когда ты делал про этих обезьян это эти ублюдки меня уже извини конечно что я не так был импульсивен это на меня не похоже но сам понимаешь теперь я всё понимаю мой дорогой друг это город разрывают детишкам наркоту с этим проблем не было так сказать очень большие разборки поэтому я надеюсь ты понимаешь что теперь ты на нашей стороне опять парни был бы я ты должен понять максимильян то что знаем кто ты ты также знаешь кто мы поэтому если хоть какая-то информация просочиться туда куда не нужно максимильян то там понимаешь нет мы своих не знаем короче связался с лекарем чёрт тебе дери я связался с ним они проводят грёбаную операцию над ниггерами через пять минут он освободится и подъедет к нам мы почти приехали смотри я нужно перевязать рану на ноге да я сам чёрт возьми истекают и не один такой у нас с Карла блять весь салон весь салон засрали блять только сегодня купил машину от машины избавиться придется машину мы отвоим никакого избавления спасибо 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 за все ребята если что я с тобой свяжусь салон ты взял у него телефон у этого молодого паренька сика сегодня зато было весело даже максимилиан запомни это теперь и с кем ты теперь подводи нас да ну да рассчитывай никак нет никак нет че удачу я тебе об этом и говорил Карла кто кто был прав скажи кто был прав Карла я хочу услышать от тебя кто говорил кто говорил что так и будет я не слышу где таблетки ну санта мария в бардачке они у тебя лежат Карла в бардачке возьми тоже ну ну может хоть немножко остановит кровотечение осталась какая-то сумма денег на алика и не совсем нет тогда нам нужно в банкомат нам нужно подмазать нашего нового хера блять ближайший банкомат хрен знает где так жми на гребанную гашетку у меня уже рука я руку руку не чувствую Карла черт возьми так води одной здесь гребаный гидроусилитель я и веду одной ты что не видишь а его живой ублюдки мать их от машины все таки придется избавиться слишком много людей видели и тут столько крови что тут только вульфа вызывать в случае чего я разберусь с этим я не отдам мою малышку купишь новую Карла я не могу ходить боль что такое что такое что давай я помогу следнее заднее сиденье Карла ляг на заднее сиденье нужно вытянуть ногу да я взял тридцать тысяч этого достаточно будет этого более чем достаточно но все равно на самняк лучше не ехать мало ли этот парень окажется не настолько верно а куда ты предлагаешь давай на тот старый домик тот старый домик блин да до него до хрена ехать чёрт возьми ну я не знаю тогда куда ехать чёрт возьми иди чёртовы обезьяны где работу получают там где работу получают да я чё знаю что ли где здесь работу получают Карла я здесь второй день не думай что я шпион я же один день понял где здесь работу получают грёбаного губернатора там как ты собираешься по его комронии на более сложную игра нет а и блядь да рад он набирать Блядь, ну знаешь, сложно управлять одной рукой, честно говоря, даже с гидроусилителем. Боже мой, останавливай грёбаную тачку уже где-нибудь. Всё, здесь нормально. Ааа, боже... Отправлю ему локацию. Чёрт. Что с моей ёбаной рукой? Спокойней, спокойней. Мы переживали дерьмой похуже. Вспомни, 97-й. Где мои сигареты? Где их оставил? Где в бардачке? Да, вот, нашёл. Аааа, господи. Ну и пидоры эти. Негритосы, чёртовы, блядь. Нам бы найти кого-нибудь. Всё. Господи, почему мы не взяли два Томми Гана с собой из этого чёртового города? Я тебе говорил. Могли бы подмазать кого-нибудь из аэропорта, Карла. Сто раз так делали, чёрт возьми. Но приезжать в город на нуле, это вообще ни в какие ворота. Каждый молокосос может тебя гопнуть на бабки. Никто никого не гопнул на бабки, кроме тебя, блядь, макароник, поле странный. Это всё потому, что я нож успел достать, этот ублюдок. Нахрена ты вообще достал этот грёбанный нож? Тебе понравилось, если бы я тебя, сукой, называл после каждого слова, чёрт возьми, Карла. Мы здесь не за тем, чтобы начинать войну. Я понимаю, но это всё вино, это всё вино, чёрт ладери. До этого я не обращал внимания, но сам понимаешь... Он едет, он едет, держись, друг. Ох, фух, господи. Карла. Пообещай мне, что до того, как мы уладим все дела, мы больше ни ногой, ни в один бар этого ебаного города не залезем. Ладно, ладно. Только грёбанная паста. Только паста. От пасты люди не пьянеют. И не доставят нашу. И вообще, это ты нас привёз опять к твоим любимым обезьянам, в конце концов. Они сами туда приехали, чёрт. Теперь мы ещё и в войну развязали с какими-то сраными обезьянами. А нас всего двое. Оль, почему ты так манишь к себе этих грёбанных мартышек? Расскажи ты мне, наконец, что это за магия у тебя такая? Я не знаю, как они там появились в этот раз. Возможно, они крышуют это место. Нужно с этим как-то разобраться, кстати. Неспроста их там так много. И появились эти два пидора мелких. Один из них вообще лет на 18. А ты слышал, как он разговаривал? Господи. Пенсионер. Я ему устрою пенсионер. Сожгу его сраную семейку до тла. Успокойся, успокойся, Поли. Господи, ты должен сохранять холодную голову, если ты действительно хочешь стать нормальным консилерием. Да, ты прав. Но для того, чтобы сохранять нормальную голову, мне не нужно пить. Совсем. Ты знаешь, что алкоголь на меня плохо влияет. И всегда я срывался, когда был пьян. Всегда. Ты, наконец-то, стал тем самым Поли, которого я так любил. Ах, бля. Сэнто, сеньоро мио. Ну где там этот сраный доктор? Я не понимаю. У меня уже рука отваливается. Я не буду ему платить, если он не приедет минут через 5-10. Ты ему скинул положение, ищу симки теперь менять. Ах, слава богу, что в этом чертовом городе на каждом шагу есть магазины с сим-картами и телефонами. Но мы же хотели от этого избавиться, Карла, ты же помнишь это? Никаких телефонов. А теперь полгорода знает о том, что два ебанутых итальянца их разъезжают на каком-то спортивном... Все, все, успокойся, успокойся. Ах... Да, сдох, сдох. Бонусы. Спасибо, спасибо, что вы приехали. Помогите сначала, Карла, он ему совсем... Меня нога уже вся искровоточила, блин, пулевое. Давайте аккуратно его пересадим в карету скорой помощи. Я, конечно, попробую помочь. Нам ни в коем случае нельзя в госпиталь, вы понимаете, что я? В больницу не ногой, не ногой в больницу, сеньор. Сэр, сделайте все, что возможно. Заплати ему, поле. Все, что возможно, сеньор. Все нормально, Карла. Сэр, вы мне столько денег заплатили, что я даже забыл полицию вызвать. Но ладно. Какую нахер полицию? Сэр, именно вы правильно мыслите. Вы правильно мыслите. Если вы будете и дальше приезжать на наши вызовы, вы будете богатейшим врачом этого сраного города. Только помогите мне. Да, давайте пройдем просто в карету скорой помощи, и там есть все необходимое, и я вам помогу. Гребаная нога, мать ее. Она перевязка или хер знает что. Сеньор, у меня тоже что-то с ногой. Черт возьми, ебаный козел. Ну-ка, вылезай нахер из машины, паскуда. Где ты училась водить? Оля, нет, не задись. А, валим отсюда нахер. Быстрее. Док. Карл, а с тобой все говорят? Док, док, быстрее. Быстрее. Поднимите меня и в карету. И валим. Это катастрофа. Это просто катастрофа. Уезжайте, уезжайте быстрее. Док, черт возьми, док, док. Алло, вы оставили Карла на дороге, какого хрена? Помогите ему, пока копы не приехали. Я забыл аптечки, черт, подери мне. Ладно, я вас понял. Быстрее. Карла, держись, я что-нибудь придумаю. Этот дебил забыл аптечки. Оли, держи меня за руку. Блин, сраный копы уже есть. Блядь. Синьора, синьора, какого хрена? Вы нахер делаете, мать вашу, блядь. Это пизда, это просто пизда. Синьора, какого хрена, какого хрена? Полли, споймай для меня мою любимую песню Все в порядке, я здесь Карл, ты нормально? Полли, кто там лежит, Полли? Сраные американки, которые не умеют водить свои машины Подпевай со мной, Полли Кажется, повезло, что полиция Ты мог бы хотя бы сейчас помолчать? Карла, ну господи Я чистокровный итальянец Я всегда моя душа боюсь Ой, блядь Карла Карла, боже мой Я не буду задавать вопрос, ты в порядке или нет, я вижу, что ты не в порядке Мне практически настолько же хуёво, как нам было в 2002 Я разнесу этот город, я клянусь Богом клянусь, разнесу это сраное гетто, господи Блядь, у меня истерика Ой, сука Что за дичь нахуй Иди нахуй, Карла А как всё хорошо начиналось Ни хера хорошего Честно говоря Где этот сраный медик? Блядь, это нужно хайлайт сделать с этим моментом, это просто какой-то кошмар, нахуй О, держись Он уже едет Давно не было Это просто кошмар какой-то, даже жутко Оли Оли Что тебе задница? Ко мне, ко мне быстрее, сначала ко мне Сначала же умираю Сначала же умираю Сначала же умираю Сначала же умираю Карла О, боже мой Надеюсь, меня не ампутирует сраную руку О, док Да 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 Я жив Я Я борюсь Никакого сраного госпиталя Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ поскорее уйдем с этой улице и в сторонку сцсер если вы меня слышите пожалуйста я не чувствую ни хрена мне так хреново как нам в 2001 даже блять слезы вы грёбаный город грёбаный город дока машину уезжаем нахер отсюда полцать карлосок зарубь зарубок быстрей док черт мне бы самого отдышаться просто едем в это место сеньор и никакой больницы сеньор сеньор кто вы по национальности простите за нескромный вопрос я ирландец это более чем приемлемо видите на маркер не без просто кошмар карла но как ты доволен сегодняшними развлечениями я надеюсь давно я так боять не веселился завалил уже свою грёбаная и мало там на второй полке есть таблетки обезболивающие можете принять только не переусердствуйте пожалуйста они и очень эффективны там благодарю также там на второй полке есть пакета со льдом приложить карла кем-кап кебаб хочешь карла карла да 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 пол на типа возьми ты очень блять добр спасибо поле не подавись только я всегда ценил твой охранительный грёбаный юмор я всегда ценил как ты умеешь находить приключения на задницу даже похуже мне это ты привез нас туда нет с этой с этой хернёй нужен хайлайт это точно это точно поле тебе я не должна узнать об этом ты понимаешь пол на кону наша грёбаная репутация си и правда заезжайте прямо туда на парковку автомобиль надо будет уничтожить что же страховка все покроет заезжайте через главный въезд вон там где забор вот там ворота черные ворота галути галути док док открыто все в порядке о боже